В Чикмагушевском районе 89-летний мужчина, управляя «Шевроле Нива», предположительно не справился с управлением на опасном повороте. В результате машина опрокинулась, водитель скончался, его сын госпитализирован. Невнимательность может привести к необратимым последствиям. В Салавате водитель Део Некси, по предварительным данным, выехал на перекресток для левого поворота и не уступил дорогу встречному мотоциклу. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Беспечность при обгоне в Баймакском районе привела к трагическим последствиям. Предположительно водитель ВАЗ-2110, совершая обгон, не рассчитал своих возможностей и допустил столкновение с грузовиком МАЗ. Удар был такой силы, что шансов выжить у водителя не было. Еще одно ДТП с участием в десятке и опять в Баймакском районе. Поздно ночью, по предварительным данным, местная жительница на опасном повороте не справилась с управлением и вылетела с дороги. Девушка скончалась на месте, а ее пассажирка госпитализирована. В Уфе водитель Тойота Короллы, проигнорировав красный сигнал светофора, сбил 11-летнего мальчика. Чем он думал в этот момент, остается загадкой. В результате аварии ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Неприятный сюрприз ожидает уфимских водителей на улице Ахметова в Затоне. Прямо посреди дороги открыт люк ливневой канализации. Судя по фотографиям, такой ямы будет достаточно для того, чтобы машина потеряла колесо. Есть риск и более серьезной аварии. Как утверждают подписчики сообщества БашДТП, этот люк открыт уже 3 месяца. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufonet.ru Субтитры создавал DimaTorzok